Добрый вечер! Сегодня мы поговорим о том, что такое компьютерная лингвистика, чем занимаются компьютерные лингвисты и почему это стало интересно в последнее время примерно практически всем. Зачем нужны компьютерные лингвисты? Компьютерные лингвисты решают очень много задач и в зависимости от задачи существуют разные компьютеры и лингвисты, которые занимаются разными вещами. Первое на очереди компьютерные лингвисты помогают обычным лингвистам. Чем занимаются обычные лингвристы? Это на самом деле отдельный вопрос, это тема для отдельной лекции, вот например Никита рассказывал про психолингвистику, это тоже область лингвистики. Есть еще очень-очень много разных областей лингвистики, например изучение каких-то малых языков, изучение семантики, семантики или изучение морфологии или еще чего-то. И для этого иногда нужны компьютерные лингвисты. Кроме того, компьютерные лингвисты участвуют в создании математических моделей, которые тоже разрабатываются для описания языка. Об этом мы поговорим позже. Сейчас очень модное такое направление Big Data, когда у нас есть очень-очень-очень много данных, и компьютерные лингвисты в том числе занимаются тем, как обрабатывают эти данные и извлекают из них информацию. И, наконец, последнее направление, которым могут помочь компьютерные лингвисты, это создание систем, использующих естественный язык. Это, например, чат-боты, это, например, какие-нибудь Siri, Alexa, это поисковые системы. Но начнем мы, наверное, с того, как компьютерные лингвисты помогают обычным. Мы поговорим сегодня только про одну область, про корпусную лингвистику. Корпус текстов – это когда у нас есть одна большая коллекция текстов, иногда аудио или видео, если мы говорим торжество в язык, например. И корпус текстов может быть на одном или нескольких языках. Когда я говорю большая коллекция текстов, счет, в принципе, может идти на миллионы слов или токенов, или неважно, что есть в языке, или того, что есть в языке. И очень важная часть – данные в корпусе обычно размечены каким-то особенным образом. Это не просто мы взяли, собрали кучу текстов и сложили в мешок. Это мы, допустим, разметили части речи для каждого слова или что-то еще. Корпуса бывают очень-очень разные. Одно из главных делений – это одноязычные корпуса против многоязычных. Одноязычные корпуса – это когда у нас есть много текстов на одном языке. Многоязычные корпуса чаще всего параллельные – это когда у нас есть коллекция текстов на многих языках. Например, у нас есть Гарри Поттер, и он переведен на сотню языков. И вот мы берем вот эту коллекцию текстов Гарри Поттера на сотню языков, и это тоже получается корпус, параллельный. Параллельные корпуса используются для автоматического перевода, мы потом об этом поговорим. Корпуса бывают с разными текстами. То есть, например, есть такой национальный корпус русского языка, где собрано вообще практически все, что можно найти в интернете на русском языке. Есть корпуса для более узких категорий. То есть, например, корпус устной речи. Если у нас есть какой-то диалект, на котором говорят в, не знаю, в каком-то одном селе, и мы собираем текст из этого села, то это получается корпус диалекта. У нас могут быть корпуса жестовых языков, могут быть корпуса, не знаю, сочинений школьников. То есть, собрать корпус можно из чего угодно, из любых текстовых и не только данных. И корпуса бывают с разной разметкой. И они используются для разных целей. То есть, например, мы можем сделать корпус с морфологической разметкой, с синтаксической, мы можем поискать что-нибудь интереснее. Например, мы можем разметить тональность. То есть, допустим, вот этот текст мы примечаем как позитивно окрашенный, вот этот текст мы примечаем как негативно окрашенный. И на основе этого мы тоже можем что-то изучать. Как сделать свой корпус? Первым делом надо собрать данные. Потом надо как-то их обработать. И дальше мы создаем базу данных и интерфейс. Последние две задачи, они не лингвистические, но лингвисты ими часто занимаются. Как собрать данные? Если у нас, допустим, малый язык, то есть язык, на котором говорит 100 человек всего в одном селе, то мы можем съездить в экспедицию. То есть мы приезжаем в экспедицию, мы общаемся с носителем языка, мы собираем речь, которую они говорят, допустим, записываем на диктофон. И мы потом приезжаем из экспедиции и делаем корпус. Если у нас какой-то язык побольше есть, то на котором есть письменные тексты, на котором пишут в интернете, то мы можем скачать тексты из интернета просто. То есть написать специальную программу, которая берет, обкачивает интернет и вытаскивает из него тексты на этом языке. Есть еще вариант взять готовые книги. Например, если у нас есть какой-то старый язык, на котором не пишут статьи в интернете, но, например, писали когда-то книги, то мы можем взять эти книги и их отстанировать. Что происходит с данными дальше? Допустим, мы приехали из экспедиции, и у нас есть диктофонные записи. С диктофонными записями много чего не сделаешь, поэтому нам надо их как-то обработать. Мы берем и применяем такой лингвистический инструмент, как автоматическое распознавание речи. И у нас получается автоматическое распознавание речи, мы скажем позже, и у нас получается из кучи-кучи аудио текст, с которым можно дальше работать. Если мы, допустим, брали книги, у нас получается очень много сканов книг. Ну, сканы — это, по сути, картинки. И нам их тоже надо как-то распознать. Тут приходит на помощь оптическое распознавание символов. Это когда мы берем и ищем в этой картинке текст. И текст потом автоматически извлекаем из него. И кроме того, я уже говорила, что у нас идет счет на миллионы слов в корпусах. Если мы хотим их как-то замечать, мы не можем это делать вручную, потому что у нас уйдет на это вся жизнь. И мы применяем инструменты автоматической разметки. Computational Linguistics или математическая лингвистика, как ее иногда называют, это отдельная область, которая предполагает, что у нас есть некоторое достаточное количество текстов, например, корпус, который мы уже собрали, и мы хотим что-нибудь с ним сделать. Например, мы хотим что-нибудь понять про язык из этого корпуса. Например, мы можем применить для этого какую-нибудь сложную математику. Computational Linguistics как раз занимается тем, что применяет математические модели к языку и смотрит, что из этого получается. Сейчас мы поговорим про одной из моделей Computational Linguistics. Это дистрибутивная семантика. Это одна из самых модных моделей на данный момент. И сейчас дистрибутивной семантикой занимаются примерно все. И, в принципе, это такой способ автоматически смотреть на какое-то похожее слово, автоматически искать синонимы и автоматически изучать значение слова. Хотя, казалось бы, значение слова – это штука такая эфеметная, при которой мало что понятно. Да, вот, например, это у нас при помощи дистрибутивной семантики найдены ближайшие семантические аналоги слова «еда». Мы можем видеть, что ближайший семантический аналог слова «еда» – это пища. Дальше там идет жратва, готовка, поесть, ужин и так далее. И важно заметить, что алгоритм, который вот это вот сделал, он не знает язык, он не умный, он просто взял и посчитал. И главное достоинство дистрибутивной семантики в том, что нам не надо знать язык, нам не надо понимать тексты, чтобы ее применять. Нам достаточно просто взять и посчитать. Если у нас есть достаточное количество текстов, потому что если у нас есть там одна книжка, то дистрибутивная семантика будет работать плохо. В общем-то, как это работает? Существует так называемая дистрибутивная гипотеза. Дистрибутивная гипотеза предполагает, что значение каждого слова можно полностью определить его контекстом. Контекст – это слова вокруг, грубо говоря. И предполагается, что похожие слова у нас будут находиться в одних и тех же контекстах. И если, допустим, у нас есть слова «еда» и «пища», то, скорее всего, они будут примерно взаимозаменяемы и примерно встречаться в одних и тех же контекстах. Я приготовила еду, я приготовила пищу. Если мы видим, что какие-то два слова встречаются в одних и тех же контекстах очень часто, то мы делаем вид, что они плюс-минус анонимичны. Или их связывают какие-то еще другие тесные семантические отношения. Все просто. Мы берем нейросеть, превращаем все слова в векторы в трехсотмерном пространстве и потом смотрим на расположение векторов. На самом деле это очень сложный слайд. Я сейчас поясню, как это на самом деле происходит. Мы берем корпус, который мы уже собрали. Мы ищем в корпусе все входения одного слова. То есть, грубо говоря, все тексты, где есть это слово. Мы для каждого вхождения берем некоторый ограниченный контекст. То есть, например, для каждого слова мы берем пять слов слева, пять слов справа. На само слово мы при этом не особо смотрим. Нас интересует контекст. Дальше мы берем, обучаем нейросеть. Я сегодня не буду рассказывать, как устроена нейросеть. Давайте просто считать, что это некоторый черный ящик. И мы обучаем нейросеть, которая на основе вот этих всех контекстов, то есть пять слов слева, пять слов справа и так, не знаю, там 200 раз, если у нас 200 вхождений, она присваивает слову какую-то последовательность из чисел упорядоченную. Например, если она присваивает последовательность из 300 чисел, то у нас получится вектор в 300-мерном пространстве. Мы берем и превращаем все слова в векторы в 300-мерном пространстве. И дальше мы уже можем что-нибудь интересное смотреть, что-нибудь интересное делать с этими векторами. Например, мы можем посмотреть некоторые пропорции. Тут показана классная пропорция. И слово «Италия» относится к слову «пицца», так же, как слово «Россия» относится к «ко». И у нас дано пять наиболее похожих слов. Так же, как слово «Россия» относится к пельменям, фосфорам, сырникам, шурме и майонезам. Вектора, которые у нас получились, то есть эти последовательности чисел, с ними можно проводить какие-то математические операции. Простые сложения, вычитания. И при этом эти математические операции выясняются, что они берут и отражают реальную семантику слов. То есть, допустим, компьютер плюс маленький получается ноутбук. Если мы из короля вычтем вектор мужчины и добавим вектор женщины, то у нас получится королева. А если мы из человека вычтем вектор хорошее, то у нас получится существо. Тут дана ссылка, вы можете потом попробовать. Это все сами посчитать. Там очень много интересного встречается. Следующая задача компьютерной лингвистики – это обработка естественного языка. Это очень большая и сложная тема. И есть множество применений сейчас. То есть от каких-то простых спаллчекеров до сложных ботов. Мы сейчас это все обсудим. Да, спаллчекер. Что такое спаллчекер? Спаллчекер – это программа, которая, допустим, если вы что-то пишете в варде, то это та самая программа, которая подчеркивает вам слово с ошибкой красненьким, и говорит, возможно, вы имели в виду что-то другое. Как работает спаллчекер? Пользователь вводит слово. Программа понимает, что пользователь ввел слово, у программы есть какой-то встроенный внутренний словарь. То есть просто список всех слов. Программа выбирает, есть ли слово пользователя в словаре. Если слова пользователя нет, то программа предлагает максимально похожие слова. Максимально похожие слова тоже вычисляются при помощи штуки, которая называется расстояние Ливенштейна. Расстояние Ливенштейна это такой алгоритм, когда у нас, это такая мера, когда у нас есть два слова, то мы можем превратить одно в другое, последовательно заменяя букву или удаляя букву, или добавляя букву. Расстояние Ливенштейна это количество шагов, которые нужно, чтобы превратить первое слово во второе. То есть, например, у нас, допустим, есть слово мам, но мы хотим превратить слово лам. Первым шагом нам будет добавить в букву P слово мама, чтобы у нас получило слово мам. Вторым шагом у нас будет заменить первую букву на букву L, чтобы у нас получилось слово лам. И все готово, все хорошо, у нас получается слово лам и слово мама. Поскольку нам понадобилось два шага, расстояние Ливенштейна между мамой и ламой равняется двум. И как это связано со спалл-чекерами, спалл-чекеры чем меньше расстояние Ливенштейна, тем меньше требуется замен для замен одного слова на второе, тем больше похожи слова. И когда мы используем спалл-чекер, например, вот здесь вот, да, он предлагает нам слова с минимальным, с расстоянием Ливенштейна минимальным до слова с ошибкой. Следующая большая достаточно тема это машинный перевод. Существует сейчас два подхода к машинному переводу, один на основе корпуса, другой на основе правил. Машинный перевод на основе корпуса это когда у нас есть параллельные корпуса, о которых мы уже говорили сегодня. То есть, например, один и тот же текст в разных переводах. и мы берем и каждое предложение из одного языка в соответствии каждому предложению того же текста на другом языке. И потом каким-то образом учим компьютер по этим соответствиям переводить с одного языка на второй. Есть три подхода к переводу, основанному на корпусе. это статистический подход, когда мы используем всякую теорию вероятности, чтобы посмотреть, какова вероятность того, что вот это вот слово в этом контексте будет переводиться так-то. Есть подход, основанный на примерах, когда мы просто смотрим, как слово переведено, и в следующий раз мы его будем переводить так же. Есть подход, основанный на нейросетях, на него перешел Google, буквально это осень, осень, да. и мы используем нейросет, чтобы переводить с одного языка на другой. Я потом еще немножечко об этом скажу. Подход, основанный на правилах, не предполагает, что у нас есть корпус вообще. Он предполагает, что у нас есть словарь, не знаю, там англо-русский, русско-английский, англо-японский и так далее. И есть некоторые правила вида. Если у нас вот такие вот условия, то мы должны перевести так-то. Сейчас больше всего используется перевод, основанный на корпусе, потому что он не требует лингвистических знаний, его достаточно легко организовать и нужны только параллельные корпуса, то есть нужны только данные. Перевод, основанный на правилах, использовался раньше, когда у нас было меньше информации и он требовал лингвистических знаний и с ним его было достаточно сложно организовывать, потому что нужно быть экспертом, чтобы создать эти самые правила. Преимущество сейчас перевод на правилах не используется практически, но если у нас есть, допустим, малые языки, то для них он работает лучше, чем перевод на корпусе, потому что перевод на корпусе плохо работает, когда мало данных. И сейчас существует так называемый гибридный подход, когда у нас есть и корпус и правила. И там обычно применяется статистический подход к корпусу и какие-то правила. Дальше автоматическое извлечение информации из текстов. Это тоже такая своеобразная история, когда у нас есть, допустим, очень-очень много текстов, и мы хотим из них что-то понять. Например, у нас есть большое количество отзывов на что-то, и мы хотим понять, положительные они или отрицательные. Или, например, у нас есть корпус новостей, и мы хотим разбить их по темам или извлечь что-нибудь еще. Для автоматического распознавания речи и оптического распознавания символов мы уже говорили немножечко в начале оптическое распознавание символов, это когда мы извлекаем тексты из картинки, автоматическое распознавание речи, это когда мы извлекаем тексты из аудиозаписи. Кто-нибудь может сказать, зачем нам это нужно, если мы можем просто взять и почитать текст или послушать аудио? Ну, и это тоже, в принципе, да. Но идея основная в том, что у нас сейчас невероятное количество информации, если, допустим, у вас есть какая-то система, которая автоматически принимает звонки, вы же не будете сидеть и прослушивать эти звонки, чтобы понять, что не так. Вам нужно будет как-то ее обрабатывать. Или если у нас, допустим, есть какая-то книжка, то можно будет вручную вбивать ее в компьютер, это будет очень-очень долго. и поэтому нам нужны какие-то автоматические способы, чтобы это большое количество информации обрабатывать, чтобы это не завело всю нашу жизнь. И еще одно хорошее применение, это когда мы можем на лету проделать с излученным текстом какие-то операции. То есть, например, как здесь, тут у нас берем, направляем камеру смартфона на знак, у нас тут происходит автоматическое распознавание символов и тут же происходит машинный перевод. У нас просто в поверх картинки появляется перевод надписи на картинке. Дальше мы немножко поговорим про искусственный интеллект. Исторически так сложилось, что искусственный интеллект делится на сильный и слабый. Сильный искусственный интеллект это, условно говоря, настоящая мыслящая машина, которая умеет делать все то же самое, что человек. слабый искусственный интеллект это машина, которая умеет выполнять некоторые человеческие задачи. То есть, например, почитать текст и сказать он про что-то хорошее или про что-то плохое. Например, если говорить про определение тональности. Или, допустим, слабый искусственный интеллект это та же Сири, которая может с вами поговорить, но на самом деле у нее нет сознания. Это прототипически сильный искусственный интеллект. Это прототипически слабый искусственный интеллект. Это у нас кажется Сири, которая может понимать, что вы говорите, которая может сделать то, что вы ее просите. Да, и это еще один прототипический слабый искусственный интеллект. Это система рекомендаций Netflix, которая по тем фильмам, которые вы уже смотрели, может понять, какие фильмы вам нравятся и может вам их посоветовать. Сильного искусственного интеллекта у нас пока нет, хотя его пытались искать раньше, уже сейчас не так активно пытаются искать, и его очень опасаются и периодически ищут при помощи теста тюринга. Тест тюринга это когда вы берете, сажаете человека общаться с машиной, человек должен сказать перед ним машина или другой человек. И если какое-то количество людей определяет машину как человека, то машина проходит тест тюринга. Кто-нибудь может сказать, что не так с тестом тюринга? Окей. Человек как-то смотрит на машину. На машину можно мыслить, а не выходить. Ну, точнее, машина не... В современных искусственных интеллектах есть рабочий алгоритм. А человек спросит, что-нибудь такое, что выходит за арки рабочего алгоритма, и машина не сможет ответить. На самом деле проблема заключается ровно в обратном. Проблема в том, что машина может не обладать сознанием, но при этом имитировать человека. в 2013 году, что ли, одна машина прошла от тюринга, тюринга проходила на английском языке, машина изображала из себя 13-летнего мальчика, который был носителем украинского языка, который плохо говорил по-английски. Вот. И хотя машина была устроена не то, чтобы прям очень-очень хорошо, и она, естественно, не обладала сознанием, и она как-то говорила, но не прям здорово, поскольку люди думали, что они общаются с 13-летним мальчиком, который не говорит по-английски, они делали на эту скидку и определяли машину как человека. Дальше немножечко про нейросети. Нейросеть это такой магический способ решения проблем, в котором люди, которые пользуются нейросетями, они плохо понимают, как нейросети работают, и задачи сводятся не к тому, чтобы понять, как это работает, а задачи сводятся к тому, чтобы это правильно сконфигурировать и посмотреть, чтобы она работала. Нейросети используются для примерно всего, то есть от машинного перевода до автоматического распознавания речи, до оптического распознавания символов и для чат-бота тоже. Для чат-бота в частности используется нейросети последовательность в последовательность, когда у нас есть некоторое количество символов и мы смотрим на эти символы, и машина смотрит на эти символы, и она выдает некоторую другую последовательность символов в достаточно сложное устройство нейросети, потому что обычные нейросети, они, допустим, смотрят на картинку с кошечкой, если они у вас хорошо обучены, то они отвечают, есть ли там кошечка, А тут последовательность должна выдать не один ответ, а целую серию ответов. Дальше мы немножко поговорим про чат-ботов. Если мы, допустим, хотим делать чат-боты, нам нужно в первую очередь понять, зачем он нам. После этого мы решаем, как он будет себя вести и как он будет запрограммирован. Для чего нам может понадобиться чат-бот? Чат-бот может понадобиться, чтобы, например, просто поговорить с человеком, просто удовлетворить его потребность в общении. Первые чат-боты делались именно для этого, они делались с чатами, кстати. То есть они делались не совсем для этого, но один из первых чат-ботов, например, имитировал человека с паранойей. Еще один из первых чат-ботов имитировал психотерапевта. Они говорили несколько раз, но это ни к чему не привело. Сейчас достаточно редко существуют чат-боты, которые заточены именно под общение с человеком. Чаще всего встречаются чат-боты, которые просто, например, если у нас есть Telegram и в Telegram есть чат-бот для заказа пиццы, то это не совсем настоящий чат-бот, это просто реализация приложения для заказа пиццы в оболочке Telegram. И чат-боты используются еще для голосового управления. То есть это Siri, это Google Home и это Amazon Alexa. То есть мы просто берем и говорим «Алексе, алексе, закажи нам что-то». Алекса при этом не будет с нами особенно общаться, она просто возьмет и закажет. Вне зависимости от того, зачем мы делаем чат-боты, чат-бот должен уметь делать три вещи. Во-первых, он должен быть вежливым. То есть он не должен начинать разговор с пользователем первым, он должен уметь говорить «Здрасте, извините, пожалуйста, до свидания». Он должен вести себя как хороший чат-бот и не обижать пользователя. Кроме того, чат-бот должен уметь рассказывать о себе и о создателе. Это, в принципе, достаточно очевидная вещь, потому что если я сделала бота и скинула его в интернет, а он не умеет рассказывать о себе, никто не узнает, что я его сделала. И еще очень важный момент – чат-бот должен уметь отвечать на нецензурную лексику, потому что практически первое, что делают люди, когда встречают чат-бота, это пишут ему что-нибудь неприличное. Конечно, не все так делают, но по моему опыту очень много людей в первую очередь делают именно это. Чат-бот, когда мы разрабатываем чат-бота, у нас есть обычно деление на диалог и беседу. Беседа – это когда у нас… Беседа – это вообще вся история сообщений с чат-ботом или не сообщений, ничего еще. Диалог отвечает беседу, в которой есть результат. Если мы, допустим, общаемся с чат-ботом для заказа пиццы, то результатом будет заказанная пицца. Чат-боты должны уметь делать поддержку состояний. Это когда я, допустим, один раз сказала чат-боту, что у меня есть брат, и чат-бот на всю жизнь запомнил, что у меня есть брат. Или в пределах одного диалога запомнил, что у меня есть брат. Эта штука, она плохо реализуется в некоторых моделях чат-бота, я об этом еще скажу. И кроме поддержки состояния и запоминания есть еще NLU – это понимание естественного языка. То есть какие задачи входят в понимание естественного языка? В первую очередь это распознавание языка. Говоря на английском, говоря на русском, говоря еще о каком-то. Это не так просто, если у нас есть, допустим, язык, на котором пишут латиницы. Дальше чат-бот должен уметь извлекать намерения пользователей, должен уметь извлекать тему диалога, должен уметь извлекать какие-то сущности. Чат-бот должен уметь извлекать ключевые слова из диалога. То есть, например, если я хочу заказать билет, то чат-бот должен понять, что я хочу заказать билет. Чат-бот должен понять не когда я хочу заказать билет, а какой я хочу билет. и в NLU тоже входит анализ тональности, то есть если я недовольна чат-ботом, он должен об этом знать. И еще много всего. Существует несколько подходов к тому, как должны общаться чат-боты. Например, разделение на Open Domain и Close Domain. Open Domain — это когда чат-бот может разговаривать вообще на любую тему. Close Domain — это когда у нас чат-бот может разговаривать на ограниченный список тем. Потому что с Open Domain история такая, что там еще ничего не сделали. И еще существуют две модели генерации ответов. Одна модель на основе правил, извлечения ответов из чего-то. И другая на основе генерации ответов. Система на основе правил предполагает, что у нас есть какой-то готовый корпус ответов. Мы по каким-то правилам выбираем нужный ответ. Вторая система генеративная предполагает, что у нас нет нужного ответа. Ответ генерируется на лету под каждого пользователя. Собственно, если мы говорим о правилах, то у нас есть готовая база ответов, как я уже сказала. Есть правила вида «Если пользоваться, я сказала А, скажи Б». Такие боты умеют разговаривать на некоторое ограниченное количество тем. Есть исключения, но это только исключения. Такие боты хорошо поддерживают состояние, то есть они могут запомнить то, что я им сказала на прошлой неделе. И они достаточно предсказуемо себя ведут, потому что если мы не хотим, чтобы чат-бот как-то отвечал, то мы просто можем его не программировать, чтобы он так отвечал. Но эти чат-боты, они достаточно сложны в создании, потому что там требуется много-много правил. А чат-боты на генеративной основе, они работают на нейросетях, про которые я уже говорила, последовательность, и они просто учатся на некоторой базе вопросов и ответов. И фактически это тот же самый механизм машинного перевода, только перевод идет в данном случае не с одного языка на другой, а с вопроса на ответ. Генеративные чат-боты не умеют работать с поддержкой состояния и непредсказуемо себя ведут. То есть была недавняя история про бота, которого обучили на Твиттере, и он в итоге просто взял и оскорбил всех пользователей. Да, и оскорбил Митлера. При этом такая же модель, но для другого языка, для китайского, она очень хорошо работала, была очень вежливая, она работает до сих пор. И о генеративной модели чат-ботов, они предполагают, что у нас опять-таки есть много-много данных, и готовый корпус, и очень важно смотреть на качество данных в корпусе. То есть если мы говорим про того чат-бота, который начал усволять Гитлера, то проблема была в том, что мы не посмотрели на качество данных в корпусе. Мы взяли Твиттер, в котором люди очень много ругаются, и, видимо, в каких-то данных люди восхваляли Гитлера, и чат-бот этому научился. Да, пожалуйста. Там просто существовала намеленная диверсия пользователями форума «Кулярно». Американская узнав о том, что Microsoft запустила Твиттер Бота, они задались такой целью специально заставить делосхвалят Гитлера, ругать финистов и ругаться матом. И они это достаточно быстро сделали, просто потому, что начали скоординированные массово постить Твиттер Тартакиевич. Ну, в общем, да. Да, примерно так все и было. Просто взяли и загрузили в корпус, на котором обучается чат-бот, плохие данные, нехорошие люди. Вот, несмотря на эту непредсказуемость, сейчас генеративные модели чат-ботов очень популярны, и всякие серии алекций работают, в том числе и при помощи генеративных моделей. И это, кажется, все, что я хотела вам рассказать сегодня. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ